За подписью главы государства вышло постановление о мерах по поднятию на новый этап развития кожевино-обувной, шелководческой отрасли и отрасли ковроткачества. Документом определяется повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности вышеуказанных направлений, а также создание благоприятных условий для более широкого продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки. Детали в репортаже программы. Последние годы наметили совершенно новые перспективы по наиболее полному раскрытию солидного потенциала данных отраслей, развивающихся ускоренными темпами, удачно сочетая многовековые традиции с современными подходами в реализации перспективных проектов. И эта работа постоянно совершенствуется посредством внедрения в практику все более современных и эффективных механизмов, направленных на дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, а также объемов экспорта, расширение возможностей по продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки. А спрос на них, кстати, немалый, и он растет из года в год. Документом определено образование в Шараф-Рашидовском районе, а также путем расширения территории кожевенно-обувной малой промышленной зоны в Ахангаранском районе кожевенно-обувных промышленных кластеров, специализированных на глубокой переработке кожи и производстве готовой продукции. Создание данных кластеров обеспечивает инвестиционную привлекательность путем формирования производственной цепочки на одной территории. Во-вторых, это способствует снижению себестоимости продукции и, следовательно, производству конкурентоспособной и экспорта ориентированной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, создание единого водоочистительного сооружения для предприятий по переработке кожи решает вопросы экологии, что не менее важно на сегодняшний день. Внедряются механизмы поддержки, направленные на создание благоприятных финансовых условий для глубокой переработки кожевенно-обувной продукции. К примеру, средства кредитной линии в размере 40 миллионов долларов США, открытые в коммерческих банках, для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в кожевенно-обувной и меховой отраслях, перераспределяются по решению правительственной комиссии по привлечению инвестиций, промышленному развитию и регулированию торговли. В частности, по следующим направлениям. Дирекциям посредством коммерческих банков на 10 лет, включая трехлетний льготный период поставки 5% годовых для строительства производственных зданий и водоочистительных сооружений на основе требований предпринимателей. Фонду развития промышленности для внесения 15% стоимости оборудования в качестве доли Фонда развития и реконструкции в уставный капитал предприятий, создаваемых в целях реализации проектов производства обуви, кожгалонтерейной продукции, фурнитуры, аксессуаров, обувных колодок, подошв для обуви, верхобуви и искусственной кожи, стоимостью до 5 миллионов долларов США. Предприятия, созданные в кожевенно-обувных промышленных зонах, освобождаются на срок до 1 января 1926 года от налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами. Намечается сформировать адресный перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2024-2026 годах в малых промышленных зонах кожевенно-обувной отрасли, образованных в регионах, общей стоимости не менее 100 миллионов долларов США. В настоящее время совместно с соответствующими хакимятами мы уже начали работу по формированию пакетов инвестиционных проектов. К примеру, в малой промышленной зоне, созданной в Махале-Убайтах, Ангаранском районе Ташкентской области, на сегодняшний день сформированы новые инвестиционные проекты на сумму 35 миллионов долларов. При выставлении на международные выставки отечественной ковровой продукции для площадей до 300 квадратных метров применяются меры государственной поддержки. В соответствии с планом на 2024-2025 годы, международные сертификаты будут введены как минимум на 10 отечественных кашперерабатывающих предприятиях путем привлечения международных экспертов за счет фонда торговли. Внедряемые сертификаты не должны быть ниже уровня международного сертификата ЛВГ. Что дает международный сертификат? Это, во-первых, свободная торговля в Европе, расширение географии и также производство продукции по евростандартам у нас в стране. Речь и об организации деятельности торговых домов и складов, предназначенных для реализации отечественной продукции в зарубежных государствах, которые передаются в пользование отечественным субъектам предпринимательства на льготных условиях. На первом этапе в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самарканской и столичной областях, а также в городе Ташкенте организовываются краткосрочные подготовительные учебные курсы для предприятий кожевенно-обувной отрасли с привлечением высококвалифицированных преподавателей и специалистов из Турции, Китая и Индии. Также широкие возможности предоставлены в развитии среднеспециального образования по данному направлению. То есть существующие учебные заведения в районах с наиболее развитой кожевенно-обувной промышленностью будут преобразованы в колледжи для подготовки специалистов к лёгкой промышленности. Обозначенный комплекс мер послужит воплощением в жизни новых проектов и решений, которые и определяют дальнейший устойчивый рост в этом направлении на основе требований сегодняшнего дня и взгляда на перспективу.